Маринке ранена пятимесячная девочка. Во время ночного артобстрела снаряд попал во двор дома, где жила многодетная семья. Ребенка с тяжелыми травмами живота доставили в Днепропетровск. О состоянии малышки и других раненых детях по обе стороны линии соприкосновения. Юлия Мишакирова. Лили всего пять месяцев от роду. За последние два дня эта малышка уже перенесла несколько операций. Девочка родилась в многодетной семье в Маринке. В их дом угодил снаряд. Я даже ничего не поняла. Она когда все упала, я ее накрыла, но потом она куда-то исчезла. Я думала, я ее уже не найду, пока отрыла. Слышу, плачет. И быстрее то потянула ее и вытянула. Но сразу я не увидела, что у нее разрезанный животик. И уже когда в подвал прибежали, свечку запалили, я увидела. Она в сознании была? Все время была в сознании. В больницу везли военные. Рядом сидел и ее держал, и бинтики держал, и меня держал. Лилю спасали сначала военные медики, потом врачи в Курахово. И вот ее крошечная жизнь в руках опытных докторов Днепропетровска. Отец со старшими детьми сейчас ютится у соседей. Ведь дома у них больше нет. Что от дома осталось сейчас? Две комнаты. Сегодня утром число жертв. В результате обстрела сортаны достигло трех. От травматического шока и многочисленных ранений скончалась молодая женщина. Вдвое больных находятся также в тяжелом состоянии, но стабильные. То есть на данный момент угрозы жизни нет. 19-летний Александр Рассоленко был в гостях, когда начался обстрел. Парень получил несколько ранений. Его отец не решается отойти от кровати. Просто сколько еще нужно жизни? Молодых, старых, пожилых. Сколько еще нужно, чтобы все это прекратилось? Нет. Что еще можно сказать? А 19-летний Никита из Макеевки уже несколько дней в реанимации. Он попал под обстрел в минувшее воскресенье. Легкая задета. Трахея, пищевод. Руки осколками порезанные. Отец Никиты рассказывает, что сын лишь на несколько минут вышел из укрытия во двор, когда обстрелы поутихли. Снаряд упал в огороде. Взрывной волной сорвало с петель эти железные двери. Они пролетели несколько метров и придавили парня. Мы с женой выбежали. Он вот здесь вот лежал. Не дышал, сердце остановилось. Дверь лежала вот здесь. Она пролетела вот оттуда. Никиту под свою опеку взял гуманитарный штаб Рината Ахметова. Несмотря на сложности с доставкой лекарств за линию разграничения. Мы сейчас будем делать все возможное. Обращаться во все возможные инстанции. Стучать в двери, звонить в колокола. Мы будем очень сильно просить выработать четкий и понятный механизм для доставки лекарств нуждающимся в зону АТО. Семью мы в любом случае не бросаем. Ищем, кто-то едет поездом, знакомыми, друзьями. Мы передаем эти медикаменты. Но так долго продолжаться не может. Штаб Рината Ахметова доставил медикаменты раненым детям в Мариуполе, Сартане и Марьинке. На горячую линию гуманитарного штаба поступает очень большое количество сообщений о раненых мирных жителях и о раненых детях. Конечно, как в течение года гуманитарный штаб полностью берет лечение всех раненых деток под ключ на любой территории, где бы ни произошла трагедия. Мы не раз говорили о том, что для нас не бывает чужих детей, для нас не бывает чужой беды, где бы она ни произошла. Это наши детки, это детки Донбасса, это украинские дети. В больницах с родственниками пострадавших работают психологи гуманитарного штаба. Они также с представителями соцслужб оказывают помощь жителям Сартаны. Юлия Меншагирова, Данила Киреев, События, канал Украина.